КОМАНДА КАТС 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 Причем сопортящий явноторс вместе с импаской Скаут Хардлайн, наверное, Мид Манкинг и Фри Фарм против Лоудстоуна, я думаю, будет у Крапта Дисайпла на его нижней линии Где ему поначалу поможет импаска, а в перспективе, наверное, сместится в какой-нибудь Роу Ну или просто уйдет Лиса стакать, как вариант Ну, в принципе, да, Крапта, правда, не тот персонаж Но, учитывая любой фафа к Лайт Бренду, это может быть то же самое, что на Хаге Вообще легко Мне не кажется, что сейчас будет очень быстрый какой-то либо фарм Там Скауту действительно просто не мог ничего сделать против Хаги Ну, сейчас Скаут будет стоять у нас против, наверное, Дефайлера вообще Хотя Буз Мидер, у Квамов, наверное, Дефайлер будет Мид Но Дефайлер Моа, я думаю, Мид и Камал, ой, этот Хаммершторм и Алуна Какой-нибудь Изилайн, или Хардлайн, или Трипла вообще Ну, мне кажется, сейчас Квамы должны ответить им Ну, хотелось бы Набрали такой серьезный пик Видимо, решительно они будут идти вперед По крайней мере, у этого пика есть что делать То есть конкретно есть на каком левеле, конкретно что должно произойти И если это происходит, то, соответственно, у ребят что-то получается Есть результатив Майлстоуны, это в бизнесе называется Где, понятно, что-то сделал, и произошел результат или нет Значит, ты делаешь что-то правильно или неправильно Гесху, Торт и Карапт и Дисайпл пока вместе все на Изилайне И встретят они там, возможно, такую же Триплу Но, кстати, в Квамовскую я верю, наверное, больше Да, там все-таки есть чем начинать, есть продолжение Да и вообще Хаммера, Луна, это просто огромное количество дамажа А там еще и Моа будет помогать Да, если что, и Моа с молнией, с даже зеленкой в перспективе для Хаммера, это тоже полезно FF, тоже к опасному Изилайну готовился Я не фрифармить собирался Наверное, знает, в чем дело Да, накупил себе хилок Хилки, арморчик, для него это не сильно свойственно Хотя он Изилайна стоит с таким запахом достаточно часто Но, когда понимает, что это будет спокойный Изилайн, он так не идет Ну, у них просто нету Суицидера Хотя мог Лоудстоун быть Лоудстоун, да, почему нету Это Суицидер Просто Дефайлер, это, по-моему, обязательно должна стоять соло Просто к ней даже приткнуть некого Она должна стоять соло, получать экспу Ну, да, это либо мид, либо Изилайн Сейчас, кстати, Дефайлер очень хорошо встретил Скаута И Скауту сильно неприятно Он был, во-первых, вынужден скачать Инвиз на первом лайвале Ему впулили немножко регена, чтобы он смог проще стоять противобузмы Но не думаю, что это прямо-таки получится Хотел к себе на линию крипов отвезти Угу, пострадал хоть, но хорошо Заблочил с собой отводной респ Уже въезд идет на боте Внизу уже драка, да, и это есть по импасочке Моа, возможно, догонит Нет, хороший стан еще не от карбюратора Теперь уже наоборот, да, уже опасный с другой стороны Банка от Моа Хаммер хороший стан по Торту Вовремя, дабл пауэртроу от Алуны Теперь у Торта проблема У всех проблемы Да, у всех все время проблемы Хаммершторм И это минус Хаммер И это, да, минус Хаммер Пауэртроу, Алуна промахнулась по Торту Да, это Бладлаз для команды Легиона Для команды Крест на Хаммершторме Возможно, получится донать еще и Моа Да, никак, мне кажется, Моджик не уйдет Да, даблкил Даблкил для импас И Изи Лайн, трипла, команда Легиона Как бы опять в нее не поверили И опять скиллом, ребята, обыграли своих врагов Хотя... Кламы чуть-чуть не сфокусировались на одной цели Да, много гоняли Это чуть-чуть того, чуть-чуть того Красный банок потратили Дали каждому порегениться Каждый юзнул свой хрестпоушен И не смогли загонять Сейчас же после даблкила на импаске Я думаю, это будет дополнительный реген для Крапта Дисайпла Какие-то саппортовские айтемы Хотя, ребят, уже все летает Все варды уже стоят Но импас Кстати, Крапти Дисайпл был со вторым скиллом Да? Без первого Да, без первого Но у кого-то успел надрэнить И это даже немного чувствовалось Карбюратор в Кэтс, спрашивают в чате Зрители видят Да, карбюратор в Кэтс Причем, что интересно, уже давно Да, давненько он уже там Забыл, да, подзахаживать турнирную сцену нашу И не обратил внимания Манкикинг, как-то я не вижу на нем банки до сих пор Хотя курица там что-то на медок ходила зачем-то Красную банку привезла Что ж такое у Кэта? А, восемь крипов Ну, лоудстон напрягает Да, напрягает, причем сильно Десбасс даже больше хп имеет, чем у Ка Ребята тут, правда, друг друга въезжают Постоянно Кай уже один раз даже дает Замакшенный хэдсмэш даже есть Просто гоняет обезьяну Внизу, думаю, скоро снова драка Клама сейчас не будет уезжать Боятся после этого Блодласт Но они по левелам отстают Тут уже вторые ребята, там все пока что первые Я бы на месте котов сам бы повъезжал бы сейчас немного Да, пока есть возможность Пока враги первый левел Можно было бы въехать Скаутик, по-моему, получает Получит, да, ну не смерть На проблему серьезную, пока по хоспоушну Ребята обменялись, но Дефайда здесь линию явно выигрывает Ай, чуть-чуть не закрыли Моа Так бы возможно даже фрагнули его До сих пор первый левел А, до сих пор Ну, Хаммер уже второй Да, все только второй, но именно на Хаммере Это как раз не сильно важно Да Он станет от Алуны и второй скилл от Моа Будет куда полезнее Вот уже Алуна берет Должен быть, экшен внизу Должен быть, триплой, триплой Такой пассивизм Взял банку Манкикин Сейчас будут коты въезжать Да, въезд по мастеровам, тут отличная стенка Моа мне как Ох, как он тут еще неприятно застрял Попробовал дать стан, чтобы быть хоть как-то полезным Но это был конкретно односторонний въезд Без какой-либо реакции от Квам Еще один фраг для котов И Торт его забирает на этот раз Тут Лоудстон конкретно Кай выигрывает Тут вот конкретно Манкикинг, хотя по крипам у них примерно идентично Но МК боится, боится лоудстон Лоудстон крепче намного Хаста и, возможно, смерть скаута Кстати, внизу снова въезд по Алуне Не самая удачная стенка, но все равно фраг Все, еще первый левел Моа Провальная трипла у них получилась Скаутик Скаутик никак не поможет Но дефайлера должен забирать кай На топе сейчас дефайлера доубил Дефайлер без маны, кстати, не сможет скаута Задут случайно, скаут поставил сало Зачем-то Странный прокаст от обезьяна Новичок, наверное, на обезьяне Пацан, на которого я, кстати, рассчитывал, что он будет топ-1 Скаут застилил фражочек Но, кстати, конкретно в этом случае Это было бы неплохо, если бы это не... А Луночка-то первым пауэртроувом заехала и убила Внизу тем временем умер Хаммершторм Но я говорил о том, что застилить в этом случае было выгодно Просто потому, что иначе скаут никаких денег не получал Задут получил хотя бы ассист Но то, что он сразу вслед этому умер, это, конечно, нехорошо Да Мне кажется, что Алуно даже не целилась У него так случайно зацепили Хотели Манки Кинга хараснуть На боте, кстати, уже вышка почти падает 450 кп остается 300 гп мука рапт Да, он хоть и четвертый левел, но это чистый за триплы Но ребята внизу убивают, соответственно, экспу дополнительно получают И четвертый при шестого левел мидере Даже пятый лоудстоун, вообще, это очень неплохо Редко на трипле такое видишь Обычно гпм высокий, а левела не очень Ну, сейчас они не фармят, все аккуратно стоят Ну, что, у Гламов тоже очень сильная связка Есть в арту револейшн, кстати, возможно, что-то ребята запланировали Среди файлер не качает сайлент к слову Но, наверное, хочет ульту забущенную на шестом левеле, поэтому ему нужна пассивка Лоудстоун, первый ганг Нет, похоже, скаут нашел куторвард У скаута тычка дефайлер зацепила так Будет ли задув? Нашел куторвард, кстати, мог, кстати, пойти дефайлер, задув бы он убил Мог бы, да, но не понимали где Скаут 90 хп действительно умирал бы от первого скила дефайлера И нелегко остается здесь шайла стауза Но, с другой стороны, он с задачей может расправляется 1-1 Главное, не финить Да, в общем, в общем, что-то получает, экспу 6-й левел даже у него, почему не? Въезд по хамеру, будет ли какое-то продолжение, нужен какой-нибудь станчик Он уже был дан Не получилось, корабль без стана не сильно приятно Эмпаска здесь занята отводом По обезьяне въезд на миде Второй муаид, неужели МК выживет? Да, выживает, вообще 30 мана, 30 хп И все-таки не получилось Очень лоу-левельные саппорты у команды Хеллборна Третий Алуна и третий Мастер Вармс Это маловато, демо уже не хватило, буквально 2% По-моему, ставить трипло, это всегда было очень рискованным решением Просто, если она проигрывает, то это уже 3 человека Надо будет как-то реабилитироваться МК, ну, не знаю, камер 0-1, 25 крипов, это очень немного Въезд по Лоудстоуну И хватило, летел сверху над станом от обезьяны Лоудстоун И прям в полете погиб Дезбасс первый фраг на обезьян Трипло внизу пронесла товарок Вполне успешно Это 7-1 в пользу котов Четыре с половиной тысячи денег Дефайвер, может быть, сейчас ответит, пушим чуть-чуть Мне кажется, к вам вам надо бы собраться Или потом уже будет поздновато Как-то мне кажется, мне не уйдет здесь Пытается, конечно, ну, как-то, как-то навстречу ему на всякий случай еще и скаут идет А мне не кажется, что она идет Не, ну, ему некуда Ты пошла, что она полгута Сейчас, что она полгута Сейчас, что она полгута Романки нет Скаутик с ультой без ульты, правда, она бежит А, ну или так Ну, все, сейчас должна закрыть его МПП Подставил, получил две тычки Решил от вышки умереть Да, от вышки умереть это все равно выгоднее, действительно Меньше денег получает команда Но ед влёк, далеко отвлёк Можно было попробовать что-то с карабтом предпринимать Но не собралась команда к вам до сих пор Восемь с половиной минуты и восемь с... Он, кстати, пока он там отвлекал, Дефайвер уже вышка пронесла Да, я же говорил, ответил, и ответил Стимбутсы уже и, в принципе, Дефайвер Когда дело дойдет до тимфайтов Пользы принесет куда больше, чем просто пушим Ее ульту нельзя ни в коем случае забивать, как Дэмэдж дилер Здесь дэмэдж дил Производителя дэмэджа Здесь все-таки Дефайвер Пожалуй, керри команды Хеллбор на текущий момент Хаммер себя не сильно оправдывает Причем интересно, что он качает ведь сил Обычно частенько его качают на один Но здесь нет Здесь хочет армор получать Хаммер с этого скилла Манкинг с дд Ой, скаутик и вардик и дастик Все, дали пошел остался, это точно фраг Моржик забрал А он уже почти уходил Почти уходил до тычка мастер вайсер Расстояние там приличное было от варда Не, ну там даст еще было, но не важно А это важно, что Подлая тычка настигла его Долетала уже Если уже вылетела, то в любом случае попадется Манкинг наконец-то гоустмарчер и дабл дэмэдж Въезд по лутстоуну какой-то некритичный Мне кажется, ему надо было сперва провести дабл дэмэдж Угу, потом прыгать Сейчас Алону может зацепить Но нет Похоже нет Там еще и торт Идет через все вышки очень неаккуратно Но не получились фраги даже с тортом Я тут, кстати, дэвичи Рассказывал сегодня в влоге про патч Следующий, который сегодня будет выходить И Манкикингу поменяли дэш Первый скилл не будет давать дополнительного дэмэджа Просто про нас вперед? Да Не, ну в смысле он будет давать тычку свою Вот эти 10, 20, 30, 40 уберут А, ну Монокост и кулдом будут меняться Въезд по торту Вот сейчас мы увидим керри потенциал дефайлера Сразу это фраг Просто рядом с ним бегать невозможно Хотя один торт это, конечно, не показательно Слишком много инвестировали в него, чтобы Совершить это убийство, ребята Но все-таки килл есть килл Это 7-3 И уже не 4 тысячи голды, а всего-навсего 3 С возможным пушем мидлтаура Это даже может быть совсем чуть-чуть небольшое преимущество Классный вопрос Я сейчас прям так задумался над обезьяном Сейчас в пабе, наверное, радостью всех будет Сколько не играю на обезьяне, все спрашивают Когда его пофиксят, когда пофиксят Ну, это не самые прям такие огромные нерки Ну да, это не очень сильно, конечно Особо никто не качает Ну, его обычно качают на 1 И, собственно, это так и останется Ну, классный вопрос из чата, отдельно хочу отменить Кто со стримеру Тенди спрашивает? Не узнают Я посмеялся, честно, искренне очень Кто со стримера? Неужели драка на мидллайне хорошо провардиться попробовали команда К вам, но тут же будет За контрвардженой дискушечкой Ну, просто плачевно смотреть на Моа Лоудстоун, да ладно, если сейчас нос высунет Он же видел, что в контрвардере там Нет, догадался Я не высовывается Аккуратничать Зацепили бы его там, чебурен, такой лохопошный был Зеленка второго уровня не сильно дефит Сейчас мы с тобой, что все-таки есть паска в корабле И что это будет? Ох, лоудстоунский, в принципе, это может быть фраг Хотя толстый, очень корабль, на удивление, но все-таки убили его Все-таки убили еще Еще и Тауэрз, динай Это камбэк Куда Моа, забежит Ты в себя поверил Скаутик ульта по Хаммеру, будет ли какое-то продолжение Не должно намереть Нужна манка, хотя бы молния какая-никакая Но нет, не получается, 100 хп остается у Хаммершторма И забрать его как бы нечем Ну, а смерть ФФ, а это неприятно Первая смерть на него, у него 1-1-6, теперь у него счет Хотя, конечно, 400 гпм все так же ФФ есть, но Это уже неприятно, забрать Тауэр, убить всех Наверное, вот такой у него был план, а получилось немного Так Получилось еще умерли, и Тауэр не забрали Скаутик, 12 минута госмарчеры В принципе, фарм налаживает, налаживается фарм, да, понемножку Сейчас пойдет Может, не сильно быстро, но попытки Ну, КТ еще первоначально решили уходить в лейт По пику Ну, лейт такой, похоже, не сильно прям поздний, потому что Караптит все-таки Манки Кинг Скаут Скаут Имбал Эдгейм Ну, просто плановый госмарчерик 13 минуте Это не совсем то, чего от него ждут Но если вдруг что, если игра пойдет в сороковую минуту То никакой хаммершторм скауту даже с вот одними госмарчерами уже ничего не сделают Если скаута совсем плохо, то он может просто госмарчер и башер купить И уже будет такой полезный в тимфайте Мне кажется, ему полезнее было бы купить энерджайзера сейчас Ну, я думаю, так и будет, мне что-то кажется, что энерджайзер и будет сейчас Но я в перспективе говорю о том, что лейтгейм скаут просто за счет третьего скилла Просто за счет третьего скилла он будет очень сильно вытягивать лейт в своей команде Две секунды дизарма как раз-таки за контрят того же хаммера Сальцо по мастеру армсу манкетинг будет для продолжения, конечно же Фраг для Кая и Шаростаза, ребята, хорошо очень На скаутили его Даже если бы так же вскрылись по дефайлеру, кажется мне, что и дефайлера тоже бы забирали Мастер армс менее приятный фраг, но все же классный Что-то как-то вот дефайлеры там афта не добавляется Пуш закончился, мид не пронесли Один того рочек только Дефайлер, поэтому ничего не покупает ульту, скал хотел, не отменил А нашли лаулсоуна, дефайлер ртует, что же будет дальше, дэмэдж нет, разбегаются Ну, вкачала сало, дефайлер Разбегают сразу дефайлер, ребята, и правильно, хотя, стартом уже, конечно, это будет фраг Скаутик догоняет, манкикинг получает рассказ ультона Заберут манкикинга Но с приходом торта, буквально первый третий скилл, стан, молния и дефайлер уже, конечно, не такой уж А, у него нет мистик вестмента, и у него действительно Да, у него вообще итемов как-то не добавляется, я думал, у него уже шлем должен быть вестмент Торта забрали внизу Как его выгнали, стопа, у него все, фарм остановился Ну и Пушкин перестал, ему негде особо находиться Да, 250 гпм Роми, ему не выгружая Даже хаммер почти догоняет Который страдал на трипле Торта имеет в виду, наверное Ну, манкикинг, я не знаю, но мне кажется, что это тоже, да, это похоже, будет еще один энерджайзер Который страдал, он уже тоже почти есть, с двумя энерджайзерами Ну, против хаммершторм, это, кстати, вообще очень хорошо МК Да, и просто пропустить статы Дешево, надежно Полезно Да Тем более, 10 пассивного мувспида дает Против дефайлера все хотят убегать О, три секунды славила обезьяна Ой, сальцом он кингу не очень хорошо затаймленная, но тут в четвером, в пятером Есть Ух, как далеко, хаммершторм, скистанет, санта полетел по торту Ну, отлично, сеночка, ты баски, что делает карбик? Развернулся и, по-моему, чуть было не отдался, если бы не батарейка Но кажется мне, что это был стернов Он умрет все равно, да Он умрет, зато помог, помог забрать дефайлера Краптед Немного дрейна С файербэндом, видимо, выход на Сашу Яшу Почему нет? Все от него бегают, хотя убить могут Вот, кстати, если бы от Моа был бы стан, а не от толчок этот Могли что-то попробовать, мне кажется А там, я даже не знаю, вот первый скилл зеленый В смысле, по красному пушечке, у него дэмэдж такой же или нет? Ну вот, честно, тоже не проверял Тоже не проверял, мне кажется, что меньше Ну, неважно, тут вообще и так его мало, в 125 он, то он все стоило только Моа Краптед это десятый уже и 400 плюс ГПМ есть у ФФ, а не сильно много, но это караптед, как бы От него сильно много И трипла на боте Не ждет Ну, и да, и фраги далеко не все ему доставались, собственно, до сих пор он 2.1.6 Я помню, поглядывал, у него было 0.05 Сейчас 2.1.6 Взял у нас бренд, есть там Саша Яша уже Ну, уже поплотнее стал На дефайлер сердце появилось Ну, правда, не Тараска, но тоже неплохое сердце Маленькое Маленькое сердечко, да Ну, это увеличило ее как бы бачок ХП Ей бы еще одиннадцатый левел, было бы тоже очень неплохо А лучше даже 12-13-15, чтобы сало не могло влиять Ну, и что там, и 16-й было бы неплохо Да, и 16-й вообще хорошо Наконец, мы пробировались, 17 минут потребовалось сплава Для этого, им нужно было делать это раньше Да, основата, они собираются, что в прошлой игре, что в этой Провоцировать тимфайты с ультой дефайлера им нужно было Поскольку столько дэмэджа не могли произвести коты, как может дефайлер это сделать Тем более вкачавший третий скилл Power and Death на максимум Это очень много, это очень больно делает Мне тут сейчас даже в ПМ пишут, хотят меня еще больше огорчить, что обезьяну привесили в монокост 2-го скилла до 150 Лау! Это действительно очень много В самом деле... Все, пора менять мастплей хиро Никакой обезьяны Не, ну на самом деле Манкинг давно ждет нерфа Очень давно Накипело, видимо Да, и уже как бы действительно Щадить его не будут Была пора, ну посмотрим, что это сделать Я думаю, что Манкинг все равно будет сильным героем Ну все равно его, да, не кажется, перестанут прям пикать Он все так же остается мобильным и дамажным, но у него была проблема с Мамопулом и так Теперь же эта проблема еще увеличилась Да, приходясь ему покупать веточки Дополнить статы Мы теперь не знаем Да, даже Грейлокер, даже есть люди, которые на него любят ринговсорсер и покупать Да, и такое есть Не скажу, что на него слишком это плохо Он полезен становится команде наконец-то Но и бачок маны, ему это очень действительно важно Ну и так же он может фармпотенциал как-то развивать Он пришел, пачку зафармил, маны залил, пошел дальше Ну еще вот, да, Ченжлок, еще Стрэнжу, Агилу и Инту Всего уменьшили понемножку Манкикингу стартовые Короче говоря Поиздевались хорошо Наверное, да, слишком популярным он стал Поиздевались над ним сильно Да, у него 120 на всех левелах был второй скилл, да, теперь? Да 120, 340, 150 теперь Ну, убивающий Манкикинг, я думаю, справится с таким монокостом Будет, все будут покупать ринговсорсер Так и есть Лайтбренд Да, тем более Лайтбренд появился, это очень все тоже неплохо И хотя Манкикинг не лучше айтем, но для моно-бачка и монорегена этого будет Это лучшее, по-моему, что есть Да, есть Даунбрингер, кстати, уже о Лайтбренде мы заговорили Карапты только что его купил Даунбрингер, сбори УФФ, 11 левел и почти 500 Кстати, УФФ держит почти 500 гпм без Лайтбренда При этом давно находясь в лесу, это все тоже, конечно, неплохо Для команды Кэтс и 13.9 им тоже нравится И преимущество по XP они тоже, конечно же, чувствуют У ребят из Клама Также подфармливает обезьяна, понемножечку скаут Да, у обоих энергайзеры В чем время Дейфайлер шлем купил Видимо, они опять собираются Да, два Хобла, кстати, и у Лоудстоуна появился Хобл, и у Дейфайлера также И ПК на Хаммере, что тоже достаточно важно Да Но ПК тут скорее должен быть сдерживающим фактором, а не инициирующим Ребятам, чтобы хорошо подраться, нужно максимально долгое время под Дейфайлера ультой удержать врагов Какой-то такой должен быть план Ну, также необходимо будет сейвить Дейфайлер Ну, хотя разбирать не сильно, чем есть пока что Пока итемов, как таковых, нету сильно Дейфайлер Морчик бы сейчас не помешал Я бы даже, может быть, на Шиву сейчас плейдмейл купил Честно говоря Да, потому что там будут бить только физухой Да, противостоять Караптеду с забущенным демеджем Противостоять Манки Кингу, для этого всего нужен очень армор У Дейфайлера его сейчас вообще тупо 7, это мало А плейдмейлик позволит повысить тоннель 10 Это уже будет как бы... Да, и в дальнейшем Шива неплохой айтем Да, против как бы милишного, двух милишников тоже очень хорошо Ну, и против Караптеда, замедление атак спиды всегда полезно Хаммер О, это похоже выход на Мэднес На самом деле, тут это более-менее правильно Здесь небольшая угроза Мэджика у него Но проблема в том Мне кажется, выход на бульвар какой-нибудь был бы полезнее, по-моему Для Дейфайлера так точно Опять же, физико ульта у Дейфайлера Мне не кажется, что Хаммеру там дадут бить всех по лицу Я бы тоже, наверное, выбрал бульвар Ну, просто все-таки, как это и для Пуша было бы неплохо Да, и можно было бы в деф поставить, как защитить команду Три агильника у Легиона, кроме всего прочего А теперь, кстати, по-моему, это и объясняет Дает ответ на вопрос, почему он Максил третий скилл Там же армора увеличивает Ну, да, да Пусть ненадолго Ну, там не намного Девять армора Девять армора, понятно, но так все равно нужно было бы в какой-то бульварк собирать он здесь точно нужен Ребята, у Халборна точно так же источник демиджа физовый У Легиона же тоже самое, это физико-физико Да, что обезьяна Что, караптер? Все физические, точно то же самое у Халборна Хаммер, дефайлер, только физико-демидж Ну, практически, да, только стан Ну, пополам Миксовый такой демидж получается Хороший вес по МК, кстати, внизу Да, миксовый, ну и лоулстоун тоже миксит демидж Да, там все, по-моему, микс Ну, кроме первого Дефайлер, кстати, воид талисман Неплохое решение Вместо принца плейтмейла можно и так Тем более, если что, воид талисман снимает кондуит Связ линк караптера десайпла Если он его вдруг повесит на дефайлер То дефайлер юзом воид талисмана может снять этот линк Не хотят пока драться 23 минуты ребята уже прогуливаются по карте Счет, кстати, вообще, как бы, более-менее равный 13-10 Ну, мы тоже, опять же, верили в пик команды Хеллборна Чуть они подвели нас со своей триплой Причем более сильные, по нашему мнению Но... Очень сильно даже подвели Да, очень сильно нельзя было давать еще и даблкил Наверное, на первой минуте Нехорошо это все Но 13-10, 4000 для такой поздней игры Как бы уже немного Это в один тимфайт может отыграть Ну, сейчас же идет какая-то пассивная игра Мне кажется, это на руку только команде Кэтс Хотя они как-то не сильно Почти весь фарм сейчас отдают FF Он не теряет время, фармит Кстати, похоже на шранкил, хочет его собираться Обезьяна довольно-таки мало фарма, только сустейнера Хочет он, видимо, линкен сферу себе Да, ну нуль Тут как раз неплохо Тут да Все-таки стан хаммера Хаммер Да, хэтсмэш Стана лун и мола Стана лун и мола Все дела Еще раз нашли скаута Как-то очень уж подло Ну он тут... А, он не хотел... Вардил иншинта Не дали ему это сделать спокойно Ну он все-таки вард нам поставил Не сломали он, чтобы уже не умирал Только более-менее хочет, чтобы начал фармить 2-2, имел счет 250 гпм какой-никакой Это тоже, в принципе, неплохо Не пуш... не пуш нижнего таура Давно пора, вообще-то, у Кламов Все хорошо с пушем, и они этим не свой пользуются 2-1 только забрали, и все Коты отвечают, правда, контрпушем по верхней линии, и... Ну, на самом деле, пока коты будут пушить вверх, мне кажется, что тут может быть 2 таура Но, не факт, что получится именно так Дефайлер ульта и тп к ребятам Импасочка сразу спасать своего Карапта Дисайпла Добавили ему спиды немного Мисклик, что ли, от Хаммера? Как-то Хаммер блинкнулся и в другую сторону побежал Хотя, мне кажется, что догонял он Догонял он станом либо Карапта, либо... Торта И это был бы фраг Ну, по моему мнению, если сейчас Клама начнет действовать, они будут посильнее как-то смотреться За счет своей дефайлер Въезжает полустоун, и там минус У меня фраг, кстати, достаточно не страшно, но удивление Вообще он врывается куда угодно, он плотный Ну, по демпафу ему не сильно боятся По демпасочкам, да Мув спиды очень много А Джорать не есть Не стану на торта Серьезно Силу все почувствовали Моа с Алуной Ну, как бы, по скиллу дали и, конечно же, убегать Торт все-таки помощнее, тем более, тут толкалка Выход на астралабу, что ли, у торта Похоже на то Не исключено Неплохо, она, по-моему, будет смотреться на него Две четыреста, но Торт тут, как получается, такой не фул саппорт Крапт, есть шранкен Дефайлер две четыреста Ну, не знаю, да, это бастерба и, наверное, выход на сексу Особо не придумаешь тут ничего лучше Ну, даже шранкен, мне кажется, что эфэфа прям сильно защитит в файте Все-таки дефайлер физуха Ульта лоудстоуна Не микс дэмэдж Да, ну и снимает она дошпашант Но жизнь это ему сто процентов продлит Скаут с шилдбрейкер И Монкикинг завершил свой нольстоун Да, он есть уже, если хочет, он его, но он, наверное, его хочет И тоже по следующему этому, конечно, главное сейчас каким-то образом насобиралось Чтобы кто-то насобирал на бульвар Команде Легиона тоже очень нужен, как, в общем-то, и Хеллборна Хаммер, да, Хаммер пошел на бульвар после Мэднеса Ну, я все честно, даже не видел его, как такое реализация Мэднеса Мне кажется, что он сильно прям зарешал Ну, пока вообще никак не зарешал, я бы сказал Да, мне кажется, что с того момента, по-моему, вообще не было тимфайтов Вот-вот он Все испугались Хаммера Опять, нашли скаута, ииии, к сожалению А вот и Шаракинхед пригодился, Хаммер Шторма стан потерян Но пока сумбурненько начали, никто ни в кого не попал Дефайлер, успеет, да, ему срочно подводит талисман Да, подводит талисман, он, конечно, живой От скаута с ульты он получает много демажа Волдстоун хороший ест по Карафтеду и Карафтеду умер Карафтеду умер, а Дефайлер жив И Дефайлер дамажит, ой-ой-ой, просто как Монкинг сзади пытается драться со всеми хамими Скаут ее не видит Нет, заметили, убили все Скаута, скаута, правда, убьют в ответ Я опять же не знаю... Это очень рано тимфайт, как-то умер FF, я проглядел Да, забили FF, причем достаточно быстро, но просто долго простоял под ультой Дефайлера и сгорел там просто его добили Достаточно легко добил Дезбасс, который дал в него ульту и хатсмаш Подставилась опять Аллуна Умрет, ну хоть добьют обоих Хаммер тоже не углинкается, кажется мне Хороший, очень хороший даст от импасочки, но демэджа с одной тычки не хватило МК, ой, встреча с Лоустону, Лоустону нашел реген на верхней руне и возвращается в тимфайт Импаска хочет Аллуну, а Луна-то уже Забрали еще обезьяну, сейчас скажи Чуть-чуть повартову, но сейчас будет дрель Да, Рокки дрил через две, уже есть Ах, не долетел, не долетел Лучше бы толкнул Манки Кинга, честно говоря, но... И нет, сфейкал стан 0 stone, 0 stone, откатил Непонятные файты, там резаются, тп, резаются, тп Очень долго все резаются, возвращаются, выкупов не было ни с одной, ни с другой стороны Сбасс, наверное, тоже не уйдет Второй даст импаски, просто чтобы дать вижн на какое-то короткое время Успел ПК, правда, купить себе лоудстоун И вот, консидент Хеллборна, Кламы 18-14, не критично, на самом деле, проигрывает по фрагам Уже много, правда, по экспе, но и голда наживное С этим тимфайтом я бы еще не делал выводы, консидать или не консидать Ничего не понятно пока что Ну да, сейчас так получилось, что на лоу хп бегут то за тем, то за этим В итоге, у котов просто больше, и человек резнулся, и они всех поубивали Ну и на самом деле, стан Хаммершторма, законтренный этим Шранкеном, как видишь, не помог Лучше бы Шранкен был оставлен чуть попозже Да, рановато он его дал Против того же лоудстоуна это было бы куда лучше Эмпаска, Лекста Леонис Ну он просто боялся продолжения Что он бы не вышел бы уже с того стана, его бы Законтрили бы и сразу бы убили Скаут получит... Да, поздновато стан от Ферст Булата Одновременно вылетела ульта скаута из стана Луны и собственно Мне кажется, Луне даже было не обязательно его станет, она могла с дежавю уйти Блинкнуться в иллюзию, она бы заявила бы ульту Салар Буз до сих пор тут висит, Бэкдор готовит что ли? Все может быть Или ждет Ката ТП Да, откатилась Камер По Манке не сможет дойдем станчик, если только не будет это Сбили стан, Манкикин получает второй стан от Хаммершторма Будет какое-то продолжение лоудстоун, хороший прыжок, даже достал стан, а прийти катает свою ульту Каратый десайбл в шрам Очень больно зарезает Очень больно и быстро убивает Хаммершторма И сейчас, когда FF не смогли Когда не смогли уйти FF от Ката ТП Но это не так, сестра Ой, умрет, умрет Каратый, конечно, но демиджа нанес он много, троих успел убить И тут уж Манкикин с остальными скаутом сможет продолжить, ребята, это геноцид будет Геноцид, не только геноцид, а еще и консид 2-0, команды Кэт, команды Квам И мы поздравляем Котов с набором своих первых трех очков, похоже, да, в групповом этапе Очень сильно они отыграли Да, просели Квамы, коты как-то наоборот набафались И говорили, что они трениться с FF И это дает какой-то достаточно хороший результат Действительно, игры были Первая вообще разрывная, вторая Так, получше бы Ну, вторая просто они влейт решили затянуть игру Да, пик был у Квама лучше Поэтому пришлось чуть-чуть подождать И Квамы как-то не допушили, не доподрались Хотя варианты были какие-то, если бы, наверное, там Не 7 смертей на мусервар Чуть-чуть пораньше надо было собираться Ну, и триплу нельзя было проигрывать Да Кроме всего прочего Ну, а на этом наш сегодняшний первый групповой день Групповой этапа турнира G1 Pro заканчивается И, собственно, завтра, ну, практически каждый день Расписание посмотрите на Хонгари на Ру И практически каждый день мы будем смотреть G1 Pro Это точно должно быть интересно И сегодняшний день был интересен, как минимум, тем, что команда ИЦ В новом сумбурном составе Одержала такой же сумбурный результат Это 2-0 в пользу бичей, которые также Зарабатывают 3 балла в групповом этапе За групповым этапом можно следить на Спортгаре на Ру Там есть и баллы, и расписание игр вообще А расписание стримов есть на Хонгари на Ру Где и будет скоро анонс И анонсированы все мероприятия, которые будут В ближайшее время, наверное, на этих уже выходных Следите за новостями, оставайтесь с нами Спасибо, Тенди, что по-сакасе со мной Да, спасибо, тоже посмотрел игру без лагов Всем счастливо!